Всем привет! Вы на канале Гильдия Лемминга, с вами Линк и мы продолжаем играть Fallout Shelter. Это третья серия из многосерийного, я так полагаю, сериала. У нас инспекция, первый день. Ну это страйк, то есть заходите подряд там, ну можете даже не подряд пропуская. То есть каждый раз, когда вы заходите, у вас обозначается день, обозначается уровень счастья жителей, вам выставляется балл. И в зависимости от этого балла дают. Крышки начисляют, то есть чем выше балл, тем больше крышек. Соответственно, если вы 7 дней заходите в игру на 7 день, обычно это луббокс или что-то такое, какой-нибудь такой хороший приз. Следующая инспекция через 2 часа. Собрать 200 крышек в убежище, собрать ресурсы, что-то у нас по электричеству, какое-то проседание. Стимпаки нам приготовили. Так, крышечки мы собрали, сразу же выполнено. За это получаем нашу ядерколу, которая плюсуется вот сюда. У нас уже теперь 5, я буду коллекционировать. К нам вернулась наша Фрэнсис Фростс, принесла нам пару пушек, пару костюмов, это хорошо. Красным обозначается то, что вы не можете эти предметы собрать, потому что у вас не хватает места в хранилище. Вот, кнопочка собрать я жму, а мне выдают вот такое сообщение. Поэтому я, пока ее не приглашу, я сразу построю место в хранилище. У нас, по-моему, хранилища-то не было, поэтому, может быть, да. Поэтому она ругается. Хранилище советую строить последними двумя комнатами. То есть, у нас место на этаже, одна комната, трехсекционная комната, с левой стороны от лифта, одна трехсекционная комната, с правой стороны от лифта. И здесь еще после нее помещаются две сети. Вот, стройте хранилище либо вот в двухсекционных, в любых, на любых этажах, а либо на этажах с жилыми модулями. То есть, как сделаю я. Вот, я сэкономлю немножко места и не буду пристраивать ее. Вот, теперь можно собрать. Видите, все доступно. Теперь можно собрать. Все предметы. И вот, что печально, когда вы снабжаете вашего персонажа, который уходит в пустыню с тимпаками и антиродином, а когда он прибегает и не использует их, остаются неиспользованные, когда он возвращается в убежище, они сгорают. Вот, поэтому на ранней стадии вы давайте с умом. Вот, а потом, конечно же, ну, не жалко. Мы собираем предметы и сразу запускаем вторую жительницу, нашу новую. О, что-то она недовольна. А, ну, у нее здоровье. У нее нет здоровья, но она сейчас ее восстановит и потом восстановит... Как это сказать правильно? Восстановит настроение. Вот так скажем. Сейчас мы ее поместим. Чтобы восстановить настроение, она сейчас пойдет бродить. Точнее, вот, я поместил в эту же комнату. То у нее есть выносливость и больше ничего. Сейчас мы найдем какую-нибудь комнату, где она может привести какую-то пользу. Максимальную. Ну, она здесь вот принесет пользу, поэтому я ее направлю сюда. И опять нападение рейдеров. Ну, что ты будешь делать? Что ж такие неугомонные? Вернись, вернись, пожалуйста. Так. Чендлер, пожалуйста, сюда. И, ладно, ты стой, набирай настроение. Пока я у тебя все эти фишки заберу. И назначу нашей новенькой. Какую-нибудь пушку, чтобы она нагибала. И костюмчики, я думаю, тоже кожаные. Вот, они вряд ли завалят всех. Поэтому я здесь еще раздам, ребятам, немножко скволов. Бильярдных киев. И бесполезных пистолетов. Раздам все, пусть стреляют. Так, вот еще один минус. Кто-то украл мою булочку. Так, походный костюм, конечно, собираю. Пока не продавайте. На ранней стадии собирайте все. Все. Мы победили. Всем сдать оружие. Срочненько. Я почему собираю оружие? Потому что на этой стадии оно им не надо. А у меня может быть задание. Оно то, чтобы раздать всем оружие. И потом искать, где оно лежит. Пока у нас его очень мало. Я пособираю его все-таки. Дядька, держи. А я вспомнил, кого мне напомнил вот этот чувак. Это Уильям Дефо. Это актер такой. Вот он играл. Да, да много где играл. Очень яркий фильм. Цветы из буддока, по-моему, называется. Уильям, как пишется. Уил. Уильям. Я уверен, что я неправильно написал. Еще есть сдвоенное L. А может и правильно. Уилл Смит пишется, по-моему, с удвоенной M. Ну, хотя это такое, фамилия. Ну, я напишу так. Уильям Дефо. Пускай вот так вот его будут звать. Я точно уверен, что я неправильно написал. Ну, у нас будет вот такой Уильям. И у нас есть прибавление. Вот у нас есть ребенок. Сейчас мы посмотрим сразу задание, которое нам нужны. Должен родиться ребенок. Повысить уровень пяти жителей и собрать воду. Окей. Повышаем уровень жителей. Как раз два подъехали. И сразу мы делаем это задание. Ба-бам. Есть. Здесь у нас не повышается почему-то радость. Ну, давай тебя отправим отсюда. Какая-то недовольная девушка у нас. Отключилась. Видите, когда не хватает питания. Отключается электроэнергия в самых дальних блоках. То есть мне нужно сейчас немножко... Рискнуть. Рискнуть и... И хорошо. А у нас еще и задание выпало успешно. Применить ускорение. Так. У нас лызый мальчик. Странно, потому что и Чендлер, и Мэдисон у них в принципе нормально. Ну, рандом есть рандом. Хитман. Дайте имя ребенку. Хитмен. Хитман. Хитман Гранг. Бинг. Хитман Бинг. Видимо, принято по маме давать. Отлично. Мы выполнили эту ачивку. У нас появился Хитман. Взрослые всегда такие занятые. Говорит нам молодой Хитман. И уходит в лифт. А почему наша Фрэнсис все еще недовольна? Я не знаю. Наверное, ее поместить в какой-то коллектив. И пускай она делает стимпаки. Возможно, это ее вылечит. Отлично. У нас тем временем появилась одна комната. Еще одна дополнительная. На молоточке горит один. Применить ускорение. Убить в пустоши пять существ. Кого-то в пустош надо отправить для этого. И собрать 200 единиц воды. А мы можем применить ускорение в нескольких комнатах. У нас как раз нет еды. Мы сейчас дождемся, пока она отреспится. У нас нет энергии. Здесь применить ускорение очень опасно. Вот здесь можно применить. Там восемь минут. Тридцать процентов. Ну, можно попробовать, по крайней мере. Ну, конечно. С моей-то удачей. Ну, пожар тоже хорошо. Я надеюсь, с этой девочкой ничего не случится. Ну, я просто надеюсь. Ну, по крайней мере, можно у нас вот, когда горит значок стимулятора, можно на него жмакнуть. И она сразу вылечится. Ну, или не жмакать, и она восстановится потихонечку сама. Вот. Так, вот у нас отреспилась еда. Давайте. Ох, ура. А если мы еще раз как? Мы вывели уровень производства на максимум. Отлично, я работаю. Спасибо. Мы далеко, конечно, от максимума, но так-то. Вот, видите, два раза успех. Отлично. И сразу еды у нас много. Теперь бы еще здесь это сделать. 44% очень опасно. И что-то мне не хочется. Хотя, ну, наверное, придется. Потому как энергия все равно нужна. Но если я не сделаю провал, энергии так нет. И пока они будут разбираться с происшествиями, ее станет еще меньше. И это нас откинет очень далеко. Я лучше немножко подожду. Еще вот 40 секунд. И мы включим производство. В принципе, стимпаки у нас есть. А успешно применим сейчас где-нибудь на воде. Или еще раз на стимпаках попробуем. Собрать воду. Вот нас вода нужна. И кого-нибудь сейчас отправим в кустош. Вот сейчас 6 секунд. Она отреспится. Я еще раз попробую примениться. Здесь применять ускорение нельзя. Конечно же. Так. А ну-ка, кыш. Ускорение. Просто идеальная работа. Да, конечно же. Тараканы. И у людей падает настрой. И все это нехорошо. Так, мы генератор включили. Он работает. Давайте пока у нас есть деньги, я еще раз пристрою. Генератор это такая штука, которая, ну, вот, она всегда нужна в больших количествах. Она стоит недорого. Всего 150 крышек. Я дострою еще одну комнату. Я дострою еще одну комнату. И у нее совсем нет силы. И пока Ченглер пойдет сюда помогать, будет вооруженным охранником нашего генератора. Вот три комнаты, это максимум. Четвертую пристраиваете. Она уже идет отдельно. Она не совмещается с остальными модулями. То есть трехсекционный модуль, это максимальный размер. Больше не стоит строить. Вот. А кто это у нас здесь? И почему ты здесь? А Дэниел, что вы здесь делаете, молодой человек? Я, наверное, промазал и Ченглер убежал в воду делать. Ага. Я еще не совсем привык к управлению. Вот. И здесь и лаки. Она пойдет в пустыню. Она первого уровня. Тут, в принципе, и думать нечего. У нее есть... У нее есть... Сейчас я жмакну на ресурсы. Не забывайте жмакать на ресурсы. Третьего уровня. Видите, хп восстановилось. Я не применял стимулятор сюда. А что самое странное, антирадин остался. То есть, возможно, что-то изменили. И теперь это все возвращается на базу, когда не используется в пустыне. А возможно, я получил из лончбокса где-то еще один антирад и не заметил этого. Ну, бывает. Да. У меня такое бывает и случается. Вот. Я все-таки повыше уровень всем ребятам. Вот. Пускай они, как бы, радуются жизни. Здесь, наверное, нужно ускорение все-таки применить. Даже на 40%. Может, нам повезет. Нам повезло. У девочки должно начаться подъем настроения. Он бывает так, что он опустился и никакая комната не подымает. Но у нее нету такой, так сказать, наклонности к чему-либо, допустим. Какой-то из добычи, допустим. Нельзя ее поставить, но поместив ее в комнату и успешно применив в этой комнате ускорение, оно бустит ее наверх. И она дойдет до 75 сама автомата. Вот. Это из плюсов. Ну что. Собственно, мы там сделали. А, у нас выполнилось задание. Сейчас мы глянем. Заберем 100 крышек. Посмотрим, что у нас есть. Собрать 10 тысяч крышек в пустоши. За это нам дают 1000 крышек. Ну что ж. Интересно. Убить 5 существ. Ну, пустошь однозначно. И вода. Все. Бежим в пустошь. Я назначу нашу Джеклин Миллер. Джеклин Миллер. Надо ее переименовать как-то. Но я не знаю, как ее переименовать. Пусть будет пока Миллер. Но потом посмотрим. Вот. У нее 64%. Повышается или не повышается уровень? Или так и стоит? На этой отметке? Нет. У нее уровень удачи. Почему я хочу ее отправить? У нее уровень удачи есть. Вот. И мне это нравится. Только ей комбинезончик выдам. На Е3. Противогазе. Пускай будет максимальная защита. А пушка у нее 6. А у меня где-то есть лучше. По-моему. Пушка. Получше, чем в 6. У нее 6-7. Да. Чендлер. На тебе кей. Вдруг мой. Мы возьмем 6-7. Чтобы было как можно больше урона. И отправим ее в пустошь. Перетащим. И не забудь отдать стимпаки. Я отдам все, что есть. В надежде. Что нам повезет. И отправлю Жаклин в пустошь. Ребята. Давайте нам стимпаков. 50%. Нет. Не давайте. Вот. Убежище будет мной гордиться. Вот увидите. Крикнула нам Жаклин. И удалилась. Куда-то за гору. Туда. То есть. Куда-то она пошла. Далеко. Я надеюсь. С ней будет все в порядке. Вот. Тем временем. Что мы можем сделать. Мы можем построить еще одну комнату. У нас открылась лаборатория. Вот. И я бы хотел ее построить. Ее нужно строить. На этаже. Где что-то добывается. То есть. Есть комнаты. В которых ничего не добывается. Это жилые модули. И склады. Ну. Но пока так. Их строить на одном уровне. Потому как. В принципе. Они не активны. Ну. Они. Они пассивные комнаты. В них ничего никогда. Долго. Не происходит. А активные комнаты. С добычей ресурсов. Мы строим на отдельных уровнях. И максимально их забиваем. Поэтому я хочу. Рядом. С медпунктом. Построить нашу лабораторию. И тут рейдеры прибежали. Класс. Так. К оружию. К оружию ребята. Чендлер. Пройдите. Как говорят. На выход. И у нас есть вода. Я еще одного жителя. Призову сюда. Сниму с еды. Вручу ему. Пушку. И какую-нибудь бронюшку. Выдам. И он будет Чендлеру. Помогать. И естественно. Они их не убьют. Потому что я это сделал. Поздно. Я вооружу опять ребят. И наверное. Больше не буду у них пока забирать. Здесь всего 4 человека. То есть. Я могу после того. Как видите. Станет неактивным. Перетащить этих двух. В эту комнату. То есть. 6. Чтоб было. И они здесь. Зарешаются. Опять нам этот ржавый пистолет дают. Ну ладно. Берите все. Что предлагают. Даже самое плохое оружие. Потому как. Будет задание. На продажу оружия. Или костюмов. Или. Еще чего-нибудь. В этом роде. И нам это все понадобится. А. Ну парень уходит в столовку. Это понятно. Ну. Чендлер остается делать. Убить в пустоши 5 существ. Пошла миссия выполняться. Дайте посмотреть на пустоши. Маша Жаклин. Начинаю экспедицию в пустошь. Если найду хотя бы одну упаковку с сахарных бомб. Значит дело того стоило. Обнаружено существо. Дутень. Дутень нападает. И. Дутень отгребает. Естественно. Пушка у нас неплохая. И пока всякие тараканы дут ежи с ними. Будут. Даже кратокрыцов. Будут отлетать. Это будет классно бустить. По. Экспириенсу. Наш уже Клин. И. Она быстро начнет вкачивать уровни. Видите сейчас. Увеличивается уровень. Уменьшается жизнь. Но с каждым уровнем жизнь восстанавливается на полную. И она пока не будет тратить наши хилочки. Вот. Опять раба нашла. Все находят на ранней стадии. То есть как только начинают. Раба. Вот так вот можно кстати фармить. Если у вас нет оружия. Выбираете человека с удачей. Посылаете его. Он вот этим не наваляет. Убежит от них. Но найдет раба. Заберет 25 крышек. Вы можете его отозвать. То есть. И опять. 5, 6, 7 человек. Выкидываете в куст. А что и так фармите крышки. Вот. Кто-то найдет раба. Зашьет ему ногу. И заработает. Немного крышечка. Вот. А 4 раба. Это 100 крышек. То есть. Если у вас проблема с крышками. Вот так можно подфармливать по чуть-чуть. Вот. Имея свободных людей. Но мне это не нужно. Я вот. В принципе. Все у нас идет хорошо. И. Мне нужно. С электричеством разобраться. Надо. Устануть комнату. Можете улучшить комнату. Меняется внешний вид. Если вы улучшаете. Отсек. Он изменяется. А я вот сейчас улучшу. Покажу вам. Просто для наглядности. Стоит это 500 крышек. В данном случае. Сейчас добыча. Производство. Электроэнергии. 44. Улучшение. Добавит еще плюс 8. Сюда. То есть. Будет 52. Соответственно. Хранение тоже увеличится. То есть. Запас электричества. Которое хранится. Со 150. Добавится еще. 50%. Вот. Ну улучшаем. Вот. Обратите внимание. Как оно выглядит сейчас. Там такой экран. С первого фоллаута еще. Забавно. Вот. И улучшение. Бахаем. Пум. Видите. Немножко изменилось. Добавился такой ротор посредине. Добавилось по-моему еще окошечко. Такое. Вот. Улучшение всего 3. 2. То есть. Вот. Первая стадия. Это без улучшения. Вторая стадия. Улучшение номер 1. И третья стадия. Улучшение номер 2. За 1500 крышек. Я этого пока делать не буду. Добавится еще 14. Единиц энергии. Вот. И добавится еще на 75 хранения. Вот эта вот полоска. Она будет. Она у вас допустим здесь. После апгрейда. Она отобегается назад. После следующего апгрейда. Еще на назад. В общем. Тем самым. Уменьшая порог. Отключение электроэнергии. Вот. Он теперь отключаться будет гораздо позже. Как только вы добавляете комнату. Вот эта полоска начинает сдвигаться вправо. То есть порог отключения увеличивается. То есть нагрузка на генераторную идет больше. Поэтому. Как бы вот эта вот полосочка будет двигаться правее. 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 В зависимости от количества комнат. Которые вы будете строить. Соответственно. Нужно за этим следить. И не стесняйтесь строить вторую генераторную. Потому как их будет у вас несколько. Я забегаю вперед. Сразу немножко спойду. Вот. Но так оно и будет. Так. Крышечки мы выполняем. Существенно убиваем. Отправить в подходящий комнат. Пять жителей. Но к сожалению. Вот это мы не сделаем. Наверное. Потому что жители у нас и так в подходящих комнатах. Уже. Вот. Лучше я не смогу сделать. Вот. Переназначить их. Ну попробуем. Давайте. Вот она у нас по воде. Мы ее назначим сюда. И тут же переназначим обратно. Да. Работает. Так тоже можно. Это такой чип. Но. Мы попользуемся. Назначаем ее назад. И выполняем как бы задание. О назначении в подходящие комнаты. А вот. Ты тоже. Назначаешься сюда. Назначаешься обратно. Но. Тебя мы спрашивать не будем. Доктор. Доктор. По-моему. К сожалению. Не сработает. Это на докторе. А. Нет. Сработает. Доктор пошел делать у нас. Антирадин. Я совсем забыл за антирадин. Тут. К сожалению. Интеллектом не пахнет. Зато пахнет едой. Наверное. Интеллекта у нас. К сожалению. Больше ни у кого нет. Чтобы назначить. Медика. Вот. Но зато у нас есть врачи. Его мы назначим. Назад. Назад. Вот. И вот так вот пять жителей у нас ушло в комнаты. Сейчас я эту девочку наверное все-таки куда-то переназначу. Пусть делает. Хотя бы. Хотя бы как-то делает. Тут один интеллекта есть. Этого хватит. Правда будет время 36 минут. Чтобы сделать один антирад. Ну. К слову у доктора это. Где-то минут 12 на 3. Вот. Ну правда здесь два отсека. Тут один. Но в принципе антирад нам сейчас не так важен. Как. Хилочки. Поэтому хилочки у нас приоритетом идут. А мы выполнили задание. Давайте глянем что там появилось. Получаем 150 крышек. Выдать три костюма. Легко. Если у нас есть три костюма. Так. Давайте посмотрим. У нас есть три костюма. Выдадим ребятам на воде. Есть мужские костюмы. Есть женские. И вот этот костюм как раз. Он мужской костюм бухгалтера. Девушкам его нельзя назначить. То есть если вы выбираете на девушку. Он у вас просто не покажется. Он не отобразится в ваших костюмах. Видите. Он пропал. Поэтому думайте что там что-то пропадает. Кто-то ворует ваши костюмы. Нет. Просто есть мужские и женские. Ну универсальные. Вот так вот. Скажем. Отлично. Здесь мы выдали. Давайте приоденем наших. Убить в пустоши тем временем. Там наваляла наша девочка. Жаклин. С всяким дутнем. И выполнила задание. Я одену их на S. Вот здесь вот есть параметр S. Сейчас я немножко подобавляю. Немножко забустит. В комнате производства. Вот обратите внимание. Что такое пожар. Почему пожар. Помоги пожалуйста. Доктор. Не стесняйтесь назначать. В соседние комнаты. Они получают экспу. И когда возвращаются. Ну. Время не откатывается. А оно продолжается. То есть можно срывать их с работы. Это временно остановит. Но зато. Как бы. Быстрее потушите там. Какие-то пожары. Или избавитесь от каких-то. Странных ребят. Вот я выдал три костюма. Выглядит он конечно забавно. Этот парень теперь. Можно ли стать еще счастливее? Нет. Почему? Ну что ты такой. Пессимист. Глупо конечно выглядит. Но. Этот параметр. Теперь ускорил. То есть несколько костюмов. Выданных на S. Уменьшают вот это время. То есть чем больше. Общее количество. Параметра силы. Это может означать только одно. Где-то происходит вечеринка. Нудиста. Я не знаю к чему это он сказал. Вот. Не будем его слушать. Мы его. Странный он. Вот. Но мы выполнили задание. Давайте посмотрим. Получим. Наши 125 крышек. Убить в пустоши 20 существ. Ну отлично. У нас. Все под контролем. Должны забеременеть. Движительница. Это можно скипнуть. Кстати вот покажу. Нажимаете на этот крестик. И. У нас. Изучить одно место в пустоши. Отлично. В пустоши у нас есть люди. Вот. Поэтому. Скипайте только когда здесь вот там крышки дают вам или еще что-то. Не скипайте когда ланчбоксы или питомцы или еще что-то там помощники. Ну то есть что-то вкусное. Старайтесь все это выполнять. Вот это кстати можно скипнуть еще раз за ядерколу. Но я не буду это делать. Потому что я ее поэкономлю. Вот там. Пошли существа нагибаться в пустоши. Вот. Ну у нас все под контролем. Я закончу эту серию. Мы увидимся с вами в следующем видосе. Проведаю наш уже клин. У нее есть много хила. У нее есть много уровней. Чтобы как бы прокачаться. Она нашла нам ржавый обрез. Умничка. Вот. Оружие у нас пополняется. Наш арсенал потихонечку. Вот. И на этой торжественной ноте я серию заканчиваю. Всего вам доброго. Увидимся в следующем видео. Всем пока.